Общественная палата Самарской области заключила соглашение о взаимодействии с региональными отделениями политических партий и некоммерческими организациями. С 6 по 8 сентября этого года в Самарской области пройдут выборы губернатора. Заключение соглашений – это достижение честных договоренностей о взаимных обязательствах. Все дни голосования на участках будут обеспечивать прозрачность процедур и соответствие законодательству наблюдателя от политических партий и независимые наблюдатели от общественной палаты. Координировать эту работу будет общественный штаб наблюдения за выборами. Подписывая такое соглашение, мы как бы утверждаем, что это наша общая задача. Мы будем осуществлять независимое наблюдение, внепартийное, а каждая партия будет осуществлять свое наблюдение. Что все было по-честному, что все было по закону и все, что было понятно и прозрачно для людей. Одним из основных инструментов достижения поставленных целей и выстраивания взаимодействия между общественной палатой и другими сторонами договора является как раз общественное наблюдение. 24 некоммерческие организации готовы подключиться к независимому наблюдению за ходом голосования и подсчетом голосов. Некоммерческие организации и профессиональные объединения традиционно участвуют в формировании корпуса независимых наблюдателей. Все эти организации вносят большой вклад в развитие правовой культуры и электоральной активности самарских избирателей. Есть те, кто участвуют как общественные наблюдатели, представители от различных политических партий. И, конечно, это говорит в первую очередь о вовлеченности молодежи в избирательный процесс. И, соответственно, конечно же, о моменте того, что ребята, несмотря на свой юный возраст, могут, соответственно, своими глазами видеть, как организован избирательный процесс изнутри. Общественному штабу в короткие сроки предстоит подготовить наблюдателей. Напомним, что в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего 15 человек. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.